Театр имени Галиаскара Камала – национальная гордость Республики Татарстан, нуждающаяся во втором дыхании. Как собирается преобразить культурное достояние, расскажет наш корреспондент Арядна Кугушева. Разговоры о реконструкции Татарского государственного академического театра велись еще с мая. В конце апреля в Камаловском побывала делегация из 37 экспертов – сотрудников театра, архитекторов и помощника президента Республики Татарстан. На встречу заключили, что кардинальное преображение просто необходимо. Архитектурный облик Казани меняется быстро. С благоустройством набережной старое здание, выполненное в стиле советского модернизма, стало плохо вписываться в окружающую обстановку. Реконструкция должна подружить архитектурный памятник с современной городской средой. Здесь не просто обнаряд сцену, зрительный зал и гримерки. Коллективу и посетителям обещают комфортное современное пространство, а в числе новшеств – детскую театральную студию и кафе с видом на кабан. Сам объект по себе вызывал много споров при строительстве. Сейчас кто-то считает, что это такой как слон в посудной лавке, то есть крупный объект среди исторического центра. В Казани в принципе мало площадей и какое-то такое ментальное желание застроить все площади, либо засадить их скверами. То есть потери площадей, вот таких крупных для каких-то общественных мероприятий, тоже, наверное, не очень хорошо для города. Вот такая задача сложная – сохранить некую площадь, сохранить визуальные связи, существующие, и улучшить среду. На днях пресс-служба президента Татарстана сообщила, что театру построят второе здание между улицей Хадид-Акташа и озером Нижний Кабан. Это позволит решить часть накопившихся проблем. Например, не доставлять декорации, затрудняя дорожное движение, а выделить место под производственный цех. Так у артистов будет больше площадок для репетиций и возможность создавать сложные подвижные декорации. Проект будет выбран по итогам международного конкурса, в котором примут участие и татарстанские архитекторы. Говорить о том, как будет выглядеть новое здание, пока рано. Но можно выделить несколько тенденций современной архитектуры, которые помогут представить этот проект. Тенденция сейчас основная – это максимальное внедрение и погружение архитектуры в среду, особенно если это делается уже в сложившейся среде, то есть интегрирование архитектуры в городскую среду, в ландшафтную среду, чтобы максимально растворить архитектуру. Наверное, здесь подобные решения, по крайней мере, точно будут. Горячим поклонникам театра не стоит переживать об отмене спектаклей. На время ремонта он переедет на улицу Ершова, а спектакли будут проходить в культурном центре Сайдаш. Ариатна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова